Попасть в здание суда на улице Труда сегодня было не так просто. Дорогу оцепили полицейские, внутри очередь. У зала заседания собрались близкие подсудимых – жены, сестры, родители. За порядком в коридоре следили бойцы национальной гвардии. В зал суда бывшие сотрудники наркоконтроля заходят с улыбкой. Их успевают даже сказать пару слов родным. Между тем, по версии следствия, они во главе с бывшим начальником Череповецкого наркоконтроля Алексеем Советовым организовали банду. 12 человек с 2007 года по 2011 год получали взятки, превышали свои должностные полномочия. Бывшим наркополицейским вменяют 150 различных преступлений, среди которых фальсификация доказательств по уголовным делам, грабежи, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. По этим фактам было возбуждено 104 уголовных дела. Свою вину никто из подсудимых не признал. В очередной раз об этом до вынесения приговора заявил и Алексей Советов. Мы сегодня увидим самый страшный беспредел следственного комитета и прокуратуры Вологодской области. И грязно вынесенный приговор Череповецкого суда без единого доказательства. Доказательства и стороны защиты, и стороны обвинения рассматривали три года. Столько времени занял судебный процесс. За это время допросили более 200 свидетелей. 56 человек были признаны потерпевшими. Решением Череповецкого городского суда, бывшего начальника Череповецкого отдела ОФСКН Вологодской области, приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Кроме этого, ему придется заплатить штраф 4 миллиона рублей. Строгое наказание назначили всем фигурантам громкого дела. Окончательно по совокупности преступления назначить умолого наказания в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления, связанное с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 3 года и со штрафом в размере 1 миллиона рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С вынесенным приговором экс-сотрудники наркоконтроля не согласились. Против решения Фемиды выступают и родственники осужденных. Мы верим в справедливость и будем бороться до конца, чтобы наши ребята, достойные офицеры России, были на свободе. Мы верим в правду. Правду осужденные намерены искать в европейском суде. Кроме этого, они обжалуют приговор Череповецкого суда. На это у них есть 10 дней. Татьяна Жданова, Сергей Павлов. Новости.